Кто из нас с вами застрахован от последствий неправильного выбора? Увы, но отвечать приходится всем. Правда, некоторые свои ошибки мы можем быстренько исправить, благополучно о них забыть и двигаться дальше. Но вот как делать и поступать, если мы вышли замуж, и вдруг выясняется, что наш благоверный далеко не мистер совершенства, каким он был, или, по крайней мере, каким мы видели его до брака, а самый, что ни на есть обычный человек из плоти, крови, смаз и устоявшихся в нем привычек. Просто взять свои слова обратно и сказать, что я передумала, уже не получится. Так что же делать? Что ж, давайте искать выход вместе, и помогут в этом мне мои подруги, Алица и Кристина. Девочки, вот скажите, вы недавно вышли замуж, да? Вот если я не ошибаюсь, Кристин, сколько прошло? Ну, год и восемь месяцев. А, Алица? Восемь месяцев. Вот, я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что до брака каждый из нас имеет, да, в своей голове некую картинку, да, своего, там, супер-мужчина, как он должен выглядеть. Вы относились к таким девушкам? Или до брака вы жили по принципу, ах, попадется, какой попадется? Ну, это, наверное, очень такой опасный принцип, как попадется, как повезет. Ну, картинка, конечно, такая некая была, вот, но, наверное, в большинстве случаев это было что-то внутреннее, а не внешнее. Из внешнего мне хотелось только, наверное, высокого роста. В принципе, это сбылось. Да, сбылось, да. А внутренний человек, ну, мне хотелось, чтобы он был таким вот, каким-то родным, чтобы я почувствовала, что это вот мое, и что вот именно с ним я хочу прожить всю свою жизнь. Ну, кстати, да, вот, когда я говорила о супер-мужчине, это не чисто его внешние данные, а вот именно это внутреннее качество. Аличка, как было у тебя? У меня был, конечно, какой-то идеал определенный, и когда я начинала общаться со своим будущим мужем, как бы, я поняла, что вот это именно то, что это было. Это был человек, который мне нужен, который меня устраивает. Ну, как ты это поняла? Сначала у тебя были какие-то внешние данные, или вот какие-то качества, характеры? Да, качество характера. О внешности я почему-то не думала. Ну, вот. А скажите, а изменились ли ваши критерии выбрать человека после свадьбы? Или нет? Ну, скорее не изменились, а больше укоренились. То есть я теперь, если вот меня спросят, посоветую там подружкам, девчонкам, как выбирать мужа, я тем более теперь скажу, что девчонки, не смотрите на внешность, не смотрите на обёртку. Потому что обычно потом, если ты выбираешь духовные качества, такие, ну, как бы, психологические, то потом эта внешность, она настолько становится неважна, и даже, как бы, она становится даже лучше. Потому что ты не обращаешь на это внимание, а оно как-то само собой даже, вы друг друга дополняете, получается. Опять-таки же, вот ты говоришь, да, не смотреть. Всё равно же никто не сможет узнать твой внутренний мир, никто не захочет рассмотреть твой внутренний мир, если ты, как бы, не будешь, соответственно, выглядеть. Ну, а можете поделиться вообще, что для вас самое важное в человеке было вот изначально? Да, вот эти качества характера, ну, вы тогда уже были верующими, да, насколько я понимаю. Да. Было ли это важно, чтобы человек верил в Бога, был христианином? Да, конечно. Чтобы идти вместе с ним в дальнейшем. Потому что даже, наверное, было немножко страшно доверить свою судьбу человеку, который не руководствуется принципами по жизни с Богом. Потому что, ну, скорее всего, это была бы жизнь такая, как получится, как повезёт вот так. А когда человек доверяет Богу искренне, то ты понимаешь, что ты можешь доверить и ему свою жизнь. Ну, насколько я знаю, ваши мужья оба из восточной страны, скажем так, два друга. До свадьбы вы знали, на что вы идёте? Потому что это другая культура абсолютно, другие принципы, другие какие-то правила. Даже в семье нам удалось побывать на Аличкиной свадьбе и столько всего узнать, как там относятся реально мужчины, относятся к женщинам. Я поняла, что я люблю свою страну, потому что вот эти правила, которые ты думаешь, ну, как там женщины к этому нормально относятся. Вы же понимали, что вам придётся соответствовать, да, вот тем вот устоям, в которых были воспитаны ваши мужья? Или вы об этом не думали? Нет. Или они на самом деле не впитали в себя вот ту культуру, в которой они родились? Ну, они внешне очень не похожи на, как бы… Даже не похожи. Внешность у них не восточная, скажем так, такая европейская, ну, как бы славянского типа внешность. И поэтому мы поначалу даже не подозревали, наверное, да, что они оттуда, да, из столь жаркой страны. Вот. И, ну, скорее всего, я подсознательно как-то надеялась, что менталитет такой более европейский у них. В принципе, оно так и оказалось. Но из-за вот этого азиатского менталитета больше всего даже не отношение к женщине, вот, ну, лично у моего супруга Олега, не отношение к женщине, а больше даже почитание к старшим, уважение. Вот это мне очень нравится, и мне хочется это воспитывать в наших будущих. Девочки, нам предлагают послушать мнение эксперта, а потом мы вернемся к нашей беседе и послушаем мнение Алицы. Давайте внимание на экран. Общеизвестно, что в первые годы семейной жизни супруги знакомятся и учатся принимать друг друга, стараются находить компромиссы. У кого-то этот процесс протекает относительно гладко, у кого-то с большим трудом. В современном обществе у людей есть некие представления о том, что жизнь — это сплошной праздник, что все должно быть весело и замечательно. Этот образ предлагают нам средства массовой информации. Наверное, это неплохо, когда человек может радоваться жизни и находить хорошее во всем, что его окружает. Но если супруги вступают в брак с ожиданием постоянной эйфории и хотят, чтобы их отношения приносили только радость, конечно, такие ожидания приведут супругов к разочарованию. Спасательный круг в данной ситуации — взаимная поддержка. Не нужно искать в другом положительных импульсов. Их в первую очередь нужно генерировать в себе и затем делиться этими эмоциями с другими. Если партнер ждет от другого только того, что его будут всячески развлекать и угождать ему, то эта позиция приведет к разочарованию. А если люди понимают, что им интересно друг с другом, что вместе они могут создать свой уникальный мир, то при таком подходе к отношениям супругов ждет множество удивительных открытий. Очень важно выделить в супруге те качества, за которые вы его цените и уважаете, и отделить те, на которые можно закрыть глаза. Обычно это мелочные придирки. Они являются результатом неудовлетворенности от несоответствия наших представлений и реальности. Часто это заканчивается разрывом или выливается в сложные, мучительные отношения. Брак — это прежде всего внутренняя работа над самим собой, и приносит она гораздо больше результатов, чем попытки изменить другого человека. Мне понравилось, как сказала наш психолог, о том, что важно находить в человеке такие качества, которые выделяют какие-то особенности, а на мелкие какие-то недостатки не обращать внимания. Но ведь не так просто не обращать внимания, когда эти недостатки тебя могут раздражать. Как это, девочки? У вас как такое было? Вот мы поговорили, да, о том, что Кристина, она знала о том, что вот у неё муж, он, скажем так, из немецкого происхождения, но родился и вырос в среднем мире. Вот она видела, как он относится к своей семье, какое у него отношение к старшим. Вот ей это нравилось, она хотела, чтобы было такое в семье у неё. А у тебя лица? Ну, я не могу не согласиться с Кристиной, что как бы это подкупило, что уважительно относится к женщинам, к бабушкам, и всегда готов помочь, отложить все свои дела, я помогу, и как бы... Это их сильно отличало среди других ребят, да, то, что они вот такие очень открытые были к людям, добродушные, они всегда... не надо было их просить помочь, вот никогда ни разу не надо было их просить, они просто сами приходили, видели, что ты в чём-то нуждаешься и помогали. Всё-таки восточный этот менталитет, он, да, сказался. Ну, хорошо, а я, конечно, понимаю, да, что вот в период до брака мозг, скажем так, отключается, и ты всё воспринимаешь на эмоциях, да, ну, хоть человек становится тебе родным, но всё-таки это другой человек, это другая личность, это другой мозг, который абсолютно по-другому мыслит. Ну, а было ли что-то, вот что реально вот прям раздражало вас в ваших мужьях? Или вы считали, ладно, после брака думаю, что как-то исправим там, или слюбится и стерпится? Ну, может быть, не раздражало, но задевало. Ну, вот вы же, да, вот у них восточный менталитет, да, вы всё-таки вот родились в русских семьях, да, если я не ошибаюсь, всё равно вот вы привыкли, что у вас в семье вот так-то и так-то, а вот у них в семье вот так-то и так-то. Естественно, ну, как так? Почему ты поступаешь так? И вот идёт вот эта какая-то ломка, назовём это стереотипов. У вас такое было? Ну, сильно семьи не отличаются, в принципе, по культурам, потому что семьи верующие всё равно мы воспитывались, в принципе, по христианским принципам, и это было всё довольно схоже. Но немецкая вот эта пунктуальность, которая очень сильно присуща была, вот, она меня, конечно, первое время, я понимала, что это очень хорошо, что нельзя опаздывать, но я как свойственно слабым женщинам долго собиралась, вот всегда, и Олег меня всегда ждал в столовой, занимал мне очередь, вот, и он так всегда обращал внимание на то, что ты так мягко, ты опоздала. Я такая, ну ладно, что, я опоздала, я опоздала. Вот, а уже когда мы поженились… Уже было не мягко, да? Уже было… Ты опоздала. Так, Кристина, надо выходить заранее. То есть я понимаю, что это хорошо, но как бы мы активно работаем над этим, чтобы… До сих пор, да? До сих пор работаем, да. То есть, ну это тебя, скажем так, сначала не очень приятно удивило, а потом ты уже понимаешь, что это всё-таки здорово. Я понимала, что это полезная привычка, и что мне стоит этому учиться. Алиция, какие сюрпризы Виля преподнёс тебе после вступления в брак? Сюрпризы. Как бы я не люблю много говорить, и как бы я могу промолчать, как бы забыть. Я не стану об этом говорить. Я не люблю как-то вот, если что-то мне не нравится, всё сразу, ну как бы выговаривать, всё сказать, всё, и уйти. Как бы я лучше промолчу, забуду, буду ходить, отворачиваться, но не скажу ни слова. И он меня начал переучать, как бы, переучивать, да, что нужно лучше сказать, чтобы потом в дальнейшем не нарастал вот этот снежный ком, и лучше решать проблемы сразу по мере поступления. Давайте я предлагаю посмотреть мнение служителя церкви, а потом мы вернёмся к нашей беседе. Не всегда реальность совпадает с теми ожиданиями, которые имеют молодые до вступления в брак. Это зависит от многих слагаемых. В какой семье воспитывались молодые люди? Что было эталоном семейных взаимоотношений для молодых людей? Кто их обучал тому, что их ожидает в браке? К сожалению, сегодня на телевидении можно видеть учителей к вступлению в брак, людей, у которых за плечами 3-4 брака неудачных. Очень важно, чтобы вступающие в брак имели очень хорошее знание того, каков должен быть брак, божественный брак, потому что создал брак Бог. Поэтому Бог определил права и обязанности каждого человека в семье. И когда молодые люди изначально знают, каков замысел Божий относительно брака и каковы роли каждой личности в этом браке, тогда этот брак имеет большой шанс на успех и быть счастливым. Родители должны позаботиться о том, чтобы ко времени, когда ребенок их будет вступать в брак, ребенок знал не только те преимущества, которыми будет пользоваться ребенок в браке, но также и те обязанности, которые будут ложиться на этого человека, когда они вступят в брак. Поэтому ожидания должны быть не телевизионными, не из фильмов, а из священного писания и из опыта многих браков, которые были успешны в жизни. И когда эти принципы будут осуществляться, то этот брак всегда будет счастливым и успешным. Вот, девочки, мне понравилось, как сказал служитель о том, что наши родители, им следует как-то до брака нас подготавливать, что нас может быть ожидать. Вот ваши родители, они проводили с вами какие-то беседы подготовительные. Вот знаешь, что Кристина, у нее папа-служитель. Какие разговоры он вел с тобой? Доча, садись. Ну, таких вот прям специально вот, все, садись, внушительные такие, да, аннотации. Нет, конечно, не было. Было какие-то были, может быть, когда какие-то ситуации складывались, мы так вместе обсуждали, подружески так общались. И в основном они, ну, родители своим примером как бы показывали. Я так их спрашивала, как они познакомились, как общались. Что, в принципе, вот. Ну, а как ты относилась к вот, к тому, что там они тебе что-то говорили, вот их, к их наставлениям? Обычно же, когда мы молодые, там, подростки, мы говорим, ай, не надо, я все сама знаю, я сама вот чешишек набью, но у меня будет опыт. Или ты все принимала? Даже если мне оно было как бы сейчас непонятно в данный момент времени, я все равно как-то это складывала так в копилочку, думаю, потом пригодится, да. Аличка, как было у тебя? Потому что, зная твою маму, у тебя мама такая, ух, вперед, ну такая. Да, очень любит говорить. Она у меня очень много читает, очень умная. И она в основном делилась со мной какими-то выдержками, да, из книг, теми советами, которые нужны для семей, когда есть какие-то определенные проблемы, и ты не знаешь, как выйти из определенной ситуации. Вот есть какая-то помощь. А как ты реагировала на ее наставление? Ну, мам, ну ты что, ну не надо, еще рано. А, она, да. Она говорила, что все пригодится. Ну, а как вы считаете, вот вообще сколько каждый из вас до брака встречалось? Мне интересно узнать. Ну, мы два года встречались. Ну, полтора. Ну, вот на ваш взгляд, этого времени достаточно, чтобы узнать человека, или как-то более-менее свыкнуться с его вот этими воу-привычками или какими-то особенностями, которые у него есть, с тем же самым менталитетом? Когда ты живешь в общежитии, то есть плюс пять лет брака, да. Такое ощущение, что мы встречались пять лет, да, потому что мы каждое утро виделись в столовой, такие, какие мы есть с утра, ну, то есть как бы видели друг друга из быту, там вместе что-то готовили, там на выходных. Как бы мы могли больше общаться с человеком, поэтому, в принципе, ну, вот двух лет, полтора года как бы достаточно было, потому что уже, мне кажется, если меньше года, то такая сильная еще эйфория, такое все в розовых очках, оно как бы еще не дает здраво оценить все возможные камни. Ну, ваши ожидания, они оправдались в браке или же суровость, как бы реальность оказалась суровее, чем предполагалось? Или все классно, все здорово, все замечательно? Как вы думали? Ну, нет, конечно, все идеально не бывает. Бывают какие-то моменты, что… Но когда потом это все проходит, и ты понимаешь, что все не зря, и ты счастлива. Девочки, ну, я думаю, что нашу программу могут смотреть девочки, которые еще вот только вот на пороге, да, вступления в брак. Какие советы вы можете дать? Буквально два-три совета этим молодым девушкам. Ну, мы когда встречались, мы с Олегом, наверное, были такими суровыми реалистами, потому что все вокруг говорили о том, что будьте готовы, пройдет период этих розовых очков, это все спадет, вы увидите недостатки друг друга, начнется время притирки. И мы уже со времени встречания, мы уже искали в друг друге недостатки. Уже на чеку. Да, мы уже были так, мы ждали, когда начнутся трудности эти после замужа, после вступления в брак. Мы до сих пор их, в принципе, ждем, потому что, в принципе, мы изначально знали друг у друга, какие есть слабости, мы их приняли. Научились уже как-то. Да, и вот совет такой, что просто старайтесь принять человека и не ставить каких-то сверхожиданий от своего партнера, лучше ставьте их к себе, как вы сможете ему послужить и сделать его счастливым. Потому что если ждать, что тебя будут делать счастливы, только ты будешь сидеть и ждать этого, то, конечно, будут расчарования. То есть нужно в себе вот эти вот импульсы позитивные искать и на человека. Девочки, мне было очень приятно с вами пообщаться, к сожалению, у нас закончилось время, я думаю, что вы придете ко мне в гости еще раз, я думаю, что наша беседа окажется полезной. Ну и спасибо, что вы были с нами. А с вами была программа «О чем говорят женщины?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова